Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели и ютуб-зрители! Сегодня у нас четверг, 22 декабря, и мы находимся в центре Сангейтс. И эта программа, которая называется «Онтология тайн» и ее автор и ведущий Владимир Гольфштейн. Здравствуйте! Ну и давайте мы начнем. И тема достаточно интересная и достаточно, ну можно сказать... Злободневная. Злободневная, но, может быть, не все знают, но вот сейчас мы, скажем, попробуем об этом рассказать. А если у вас будут вопросы, вы, естественно, их будете задавать нам. Прошу. Дорогие друзья, хочу сообщить вам, если вы об этом не знаете, что согласно представлениям древних шумеров и некоторых других цивилизаций, в нашей Солнечной системе есть на одну планету больше, чем думают все. Это еще одна планета называется Нубиру. Ее период вращения вокруг Солнца составляет 3600 лет. Она движется по вытянутой территории, и она тяжелее Земли. И каждое ее вхождение в нашу Солнечную систему на каком-то расстоянии, соизмеримом с расстоянием от Земли до Солнца, ну скажем, производит неизгладимое впечатление на нас с вами, на Солнечную систему. Не все астрономы признают существование этой планеты. Там есть самые различные мнения. Традиционная астрономия, как правило, не признает. Хотя, когда летали аппараты пионеры, американские аппараты, их орбиты, вернее их, ну можно сказать, орбиты отклонялись от расчетных. Было совершенно непонятно, почему они отклоняются. Одной из гипотез является как раз то, что причина отклонения вот в этой планете Нубиру, которая, как я уже сказал, каждые 3600 лет появляется в нашей Солнечной системе и проходит на расстоянии, достаточно близком к Земле, для того чтобы мы почувствовали, могли ее рассмотреть и почувствовали определенное воздействие, связанное с ней. Ну, может быть, дело даже не в самой планете, а в том, что по тем же представлениям древних шумеров и по некоторым другим текстам древним, эта планета обитаема. И тут мы подходим к теме так называемого палеоконтакта, то есть к тому, что у наших предков, у предков современных землян были тесные контакты с инопланетными цивилизациями, с пришельцами. Тема многогранная, многие об этом знают. Ну, начинается это все с отпечатка следов в песчанике пустыни Гоби миллионолетней давности. Можно вспомнить узоры в пустыне Наска совершенно непонятные, огромных размеров, которые видны только с большой высоты, поэтому не ясно для кого и зачем они могли быть сделаны, если только не для тех, кто летал на каких-то летательных аппаратах на высоте. И вообще эту тему раскручивал известный советский писатель, фантаст и ученый Александр Казанцев, который, кстати, предположил о том, что, как известно, и Тунгусский метеорит является взорвавшимся кораблем пришельцев. Но не очень эта тема была раскручена хорошо. У него были романы, один из них Фаэты, в котором он говорил об этом. Но, возвращаясь к нашей теме, обитателями... Да, я прошу прощения, это была планета, вообще-то говоря, Фаэтон, который многие считают, что она существовала. Но почему? Потому что расстояние между планетами соответствует определенным пропорциям. И, кстати, описано... Это не описано, а опять это открыл, вот эта зависимость между расстоянием между планетами. Кстати, Леонардо Фибоначчи в XI веке итальянский ученый, астроном, астролог. И планета Фаэтон должна была находиться между определенными планетами на расстоянии. Там дырка, там нет такой. И он как раз таки предположил, хотя были предположения многих других астрономов, о том, что планета существует. Да, и там было очень много фантастических всяких произведений на эту тему. Но планета Нибиру — это другая тема. Отдельная тема, да. Это нефаэтон, который, возможно, взорвался в результате войны между марсианами. Был взорван, и осколки его остались в поезде астероидов. Но возвращаясь к планете Нубиру. Так вот, по вот этим древним текстам, которые частично расшифрованы, частично не расшифрованы, уже на протяжении 300 тысяч лет на этой планете существует высокоразвитая цивилизация, имеющая прямое отношение, по этим же сведениям, ко многим событиям историческим, происходившим на Земле. Гипотезу. Да, безусловно, это всё гипотеза. Происходившим на Земле. Кстати, одним из тех, кто активно поддерживал и развивал эту гипотезу, эту версию, был небезызвестный Захарий Сичин. Ну, можно назвать его контактером, публицистом, писателем. Человеком, который активно интересовался всей информацией, связанной с тем же палеоконтактом. И его, так сказать, данные, его информация, она была и о планете Нубиру. Так вот, 300 тысяч лет по этой гипотезе на планете Нубиру существует высокоразвитая цивилизация. Её представители называют, возможно, вы это название слышали, анунаки. Почему анунаки? Потому что главой этой цивилизации является бог Ану, а его, так сказать, подчинённые, это уже вот те самые анунаки. Что здесь интересно? Кстати, изображения этих анунаков тоже существуют. У нас на планете есть такие изображения, то есть, как бы, ну, получается, если они есть, значит, ну, или кто-то их сделал специально, или всё-таки кто-то с натурой. Да. Что здесь ещё интересно? По вот этой же гипотезе, по одной из версий, представители этой цивилизации, цивилизация анунаку, оказывается, очень сильно нуждались и, возможно, нуждаются до сих пор, как вы думаете, в чём? Ни в воде, ни в воздухе, а оказывается в золоте. Дело в том, что это важнейший элемент, который является основой жизни на многих планетах. И вот, в первую очередь, из тех планет, о которых мы что-то знаем на уровне гипотезы версии, это как раз планета Нубиру, вот они очень нуждаются в золоте, а этого золота на Земле, по сравнению с ними, что называется навалом. По двум причинам. Во-первых, существует месторождение золота, которых мы все знаем или не знаем, но это геологические месторождения на планете Земля. А второе, на Землю падает и падало огромное количество космической пыли, как раз частично состоящее из золота. Так вот, при каждом приближении, как я уже сказал вот об этом периоде, планете Нубиру к Земле, анунаки занимались тем, что добывали на Земле золото, переправляли его на свою планету, затем происходило отдаление планеты Нубиру от Земли, и они, так сказать, использовали, перерабатывали полученное ими золото. И вот, опять-таки, по одной из версий, и опять-таки, с участием здесь, нельзя не вспомнить снова Захария Сичина, люди, те люди, о которых мы знаем, по сути, наши предки, мы с вами, были созданы на Земле именно анунаками в качестве рабов по добыче этого самого золота, потому что сами представители цивилизации анунаков, они, как бы, не очень хотели добывать золото в тяжелом этом рабском труде, и были созданы биороботы, были созданы люди, и здесь нельзя не вспомнить о том, что по результатам исследований ученых, которые не так давно, ну, некоторое время назад, несколько лет были опубликованы, были исследованы генетические линии всех людей, и выяснилось, что на основе этих генетических линий вот вроде бы предки всех людей действительно находились в одном месте, и это было в Африке. Это, возможно, были чернокожие наши предки, которые, исходя из вот этой гипотезы, как раз и были там созданы для того, чтобы добывать золото в рабском труде, то есть это были, по сути, опять я повторюсь, биороботы-рабы, которые добывали золото для анунаков. Это вот есть и намеки на это, и даже достаточно прямая информация есть в древних шумерских текстах. Затем проходило время, с каждым новым циклом планета приближалась, происходили некие события на Земле, и одним из событий, которое произошло при очередном приближении этой планеты, это случилось примерно 200 тысяч лет назад, были вызваны гигантские приливные волны на Земле, или гигантская приливная волна одна очень большой силы и мощности, то есть, по сути, произошел тот самый библейский потоп. И поскольку золота уже было добыто немало, то по разным причинам анунаки решили землян земную расу не спасать. В отличие от библейских текстов, которые мы знаем, если считать анунаков богами, то они приняли решение, что земляне им больше не нужны. Однако мы с вами, наши предки, выжили. И была история всем известная с Ноем, с теми животными, которые нужны были человеческой цивилизации для дальнейшего выживания. Каждой твари по паре было взято в ковчег. То есть, жизнь на Земле не закончилась. И с следующим прилетом анунаков, со следующим возвращением планеты Нубиру поближе к Земле, выяснилось, что, в общем-то, цивилизация развелась и процветает. Последний раз планета Нубиру приближалась к Земле, вот по этой версии, 1300 лет назад. Там можно отследить тоже интересные астрономические, природные и прочие события катаклизма, которые тогда возникли, когда планета с анунаками оказалась вблизи Земли. И можно ожидать следующего ее прибытия. Теперь уже на Земле есть не только золото, но, как мы понимаем, масса всевозможного оружия, с помощью которого земляне могут противостоять анунакам, если не удастся с ними договориться в плане добычи золота. Но есть и другая версия, конспирологическая, о том, что контакты с анунаками постоянно продолжаются, о том, что они, во-первых, имели отношение к развитию цивилизации Атлантида, да и к Лемурии до этого, и что эти контакты продолжаются и по сегодняшний день, только это скрывается, продолжаются на уровне правительств разных стран, и анунаки получают то, что им нужно, то есть получают золото в определенном виде и в определенных количествах, и со своей стороны передают землянам определенные технологии, которые, прежде всего, правительство мира используют в военной отрасли, то есть многие военные разработки, возможно, как раз сделаны на основе технологий анунаков, жителей планеты Нубиру. Ну, дорогие друзья, у нас сегодня только первая часть программы, посвященная планете Нубиру, мы продолжим об этом говорить в следующий раз, поэтому, если у вас тоже есть какая-то информация и какие-то мнения об этом, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь к нам, мы с удовольствием прокомментируем, разовьем, так сказать, ваши мысли, вашу информацию вместе с Майклом и подготовим программу, в которой это будет отражено. Да, спасибо, Владимир. Ну, действительно, это первая часть этого феномена, будем так говорить, планеты Нубиру, и тут есть очень и очень много еще о чем рассказать, и достаточно много противоречивой естественной информации, поскольку это все гипотезы. Ну вот, циклы, кстати, об этом упоминал Мишель Нострадамус тоже, и там немного по-другому, там заувалированы, это Катрены, они зашифрованы, но на самом деле так при расшифровке можно сопоставить эти даты. Так вот, в ближайшее время как бы вот мы все ждем, в кавычках мы ждем, когда это событие произойдет, то есть и те даты, которые вот было, скажем, 3600 лет назад озвучено Владимиром, ну, это не просто 3600, как мы знаем, диаметры 360 градусов у нас круга, мы знаем, что это четыре раза по, скажем, девятке это все, и девятка это очень серьезная цифра по нумерологии, ну и вот в ближайшее будущее, возможно, что-то произойдут, и в том числе будут проходить изменения на всей Земле, то есть имеется в виду, если мы говорим, скажем, о том, что был Всемирный потоп, а все развивается циклично, и мы знаем, что человек раздается, человек умирает, и это тоже цикл. Так вот, есть циклы небольшие, есть циклы более серьезные, и вот мы сейчас вступаем в такой цикл, ну, разбежкой понятно, год, два, десять, сто, в масштабе там двухсот тысяч лет, это почти никакой погрешности здесь нету, но тем не менее где-то вот как-то что-то может произойти, и всемирный потоп, который уже был, он когда-нибудь да и будет. Очередной раз. Очередной раз, то есть цикл вернется в исходную точку, и уже идет на самом деле смещение магнитных полюсов Земли, то есть меняется Северный полюс, становится Южным полюсом, мы знаем, мы об этом будем еще говорить в других программах, о том, что там в Гренландии, о том, что там ледники эти на Северном полюсе, они уже таят, и травка цветет, чего никогда не было, но о чем это идет речь, если что-нибудь произойдет, ну а опять же происходит это все, скажем, какая-то причина должна быть, вот может быть одна из причин, когда вот будет такое глобальное что-ли потепление, пока что у нас глобальное похолодание было пару дней назад, правда сейчас температура вернулась в нормальные рамки, более того, даже плюс пять, плюс семь обещает Чикаго, чего в общем-то достаточно странно, особенно на Крисмас, на Рождество Христово, вот, короче говоря, дорогие друзья, следите за нашими программами, эти программы записываются, вкладываются в YouTube, Facebook, ну и если у вас будет вопрос, мы будем рады этому общению, сейчас всего доброго, до свидания, всех вам благ, с Новым годом, если мы еще не встретимся перед Новым годом, и знайте, что мы работаем для вас, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok